Субтитры делал DimaTorzok Саша многократный чемпион и призер различных соревнований по флайборду Сегодня он любезно согласился показать нам кое-что на флайборде Ребята, Нордвей по-прежнему находится в Сочи И сейчас Саша Барс нам покажет кое-что на флайборде Вот так вот крепится труба Труба подсоединяется к водомету Вот так это все выглядит Чемпионат мира сейчас проходит уже все Полностью перешли на радиоуправление На радиоуправление, то есть ты сам летаешь и сам управляешь, да? Окей, понятно А здесь будет сидеть драйвер, который будет управлять Ну, я думаю, что тех, кто еще не летал на радиоуправлении Но имеют место, да, там, бороться как-то на чем-то Им разрешается вроде как, чтобы сидел его партнер, да, на гидроцикле Вот так вот выглядит доска для флайборда Она похожа на реактивный сноуборд Первый, кто придумал флайборд Да, это Запата, да Француз, да Многократный чемпион или там призер Европы, мира, там, по-байку Фрэнк Запата, по-моему, да, его зовут? Вот, вот это его версия уже 10-14 метров Парни, Саша Барс разминается Не, нормально, че? Парни любят крутых парней посмотреть Некоторые даже встанут с дивана и пойдут кататься на чем-нибудь после этого видео Да Ну, судя по разминке, шоу будет крутое, пацаны Итак, мы идем на катер Как сказал Саша, чемпионаты по флайборду проходят на радиоуправлении Но в нашем случае им будет управлять драйвер на водном мотоцикле Парни, идут последние приготовления И сейчас моя мечта посмотреть флайборд от профессионала исполнится Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Парни, вот подъехал к еписку и отдал ему очки Так, где у нас Денис? Напомню, ребята, Денис, официальный дилер BRD в городе Сочи, а это его команда. Нормально, нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, кстати, на видео видно или нет, он в 5 метрах, и даже один раз он подъехал в плохую камеру, отдал свои очки, которые забыл снять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вау, нифига себе, что он исполнил парня, он под катером провернул. Блядь, ну ничего, катер целый вроде, все целое. А, парни, все. Да, он его шлангом затернул под катером. Но там есть специальные бомбера, на нем мягкие, поэтому ничего не случилось ни с кем. Продолжение следует... Все, парни, я прекращаю снимать, потому что айфон скоро у меня намокнет, и все, она бегите, видео, ничего не будет. Проблема, мы теперь не можем остановить этого человека. Вот, на самом деле у здорового человека крепкого на это хватит минуту, а после этого уже все, разваливается, руки, ноги. Ну здесь уже пошло более 10 минут. Ну что, парни, на самом деле это круто. Он кайфует, и вы кайфуете. Реально надо кайфовать в жизни от таких вещей. Это лучше, чем там ухо, наркотики и так далее. Сами видите, да? Можно просто кайфовать от спорта. Можно кайфовать от экстремальных видов спорта. И адреналин, который у нас в крови, он просто действует круче любого алкоголя и так далее. Ну вы сами-то знаете, это просто пару патриотических слов в конце этого видео. Парни, очень красивый вид, на самом деле. Вот и мотоциклы собрались рядом. Саша не прекращает показывать нам свои трюки. Саша в углу не помял. Да, на самом деле мы видим отсюда и понимаем, что некоторые трюки очень опасны. И в том числе, когда он залетел под катер, сейчас это все происходит между двух лонорезов. Надеемся, что все кончится хорошо. Саша, спасибо тебе, вообще супер. Под катер это просто вообще что-то нереальное было. На самом деле неожиданно было. Слушай, на сколько минут тебя хватает, реально? Ну, зависит от техники. Получнее техника, побольше сил нужно. Ну, в среднем так примерно хотя бы. Не знаю, сколько мы сейчас летали. Ну, минут 20 мы точно летали. Ну, может, если с этой техникой, может еще так пролесить. А вот соревнования, когда проходят, там сколько по времени идет выступление? Там идет выход. Сейчас вроде 3, ну это уточнить надо. От 3 до 6 минут такое. От 3 до 6 минут, да? Я точно не помню. Меняется каждый год по разу. Из многолетних наблюдений смерчей чаще всего бывает в сентябре. Поэтому мы будем находиться здесь и ждать его. Мы подъедем к нему, мы снимем его. Что из этого получится, я не знаю. Но смотрите наши дальнейшие серии. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. И я думаю, что наше видео со смерчем вам очень понравится. Все, пока.